10 декабря в зале школы Олимпийского резерва состоялся традиционный межрегиональный турнир памяти Анатолия Ивановича Тамочкина, заслуженного учителя профтехобразования. Спортивное мероприятие проводится на протяжении 32 лет. Перерыв был лишь раз в 2020-м из-за пандемии. После вынужденной паузы дзюдоисты вернулись на татами с новыми силами. В этом году у нас тоже приглашено не так много участников. Участников около 194-95 человек приехали с нашей области. Будут проходить соревнования как среди мальчиков, так и среди девочек. На трех татами будут проходить соревнования. Я думаю, соревнования не затянутся, пройдут быстро. Турнир и правда вышел динамичным. Уже с первых его минут на татами начались встречи достойных соперников. Между собой соревновались 15 команд из различных городов области. В их составе – мальчики и девочки 2006, 2007, 2008 и 2009 годов рождения. В белом кимоно Парфен Рыбаков – представитель Челябинского клуба «Ичебан». Выступал в весе 55 килограмм. Дзюдоист признается – первая схватка с соперником хоть и стала победной, но могла пройти лучше. Я мог завершить схватку очень быстро, но так как первая схватка разминочная, более-менее, я вышел, настроился. Но сначала я не услышал тренера, я получил два шида, еще одно шида – наказание. Я мог проиграть. Потом мне разбили нос, врач подошел, схватка остановилась. Я отдохнул, набрался дыхания, вышел и бросил его два раза на оценку и выиграл схватку. Одно татами из трех выделено на схватки девушек. Участниц турнира женского пола в разы меньше, поэтому их встречи проходят по другой системе – круговой. Раз за разом свое мастерство показывала копейчанка Светлана Филимонова. «Было волнительно, потому что я с ней боролась раньше, и она меня часто побеждала, я боялась, что я проиграю. Но в итоге у меня все получилось». «Все прошло гладко? Как ожидали?» «Не очень. Были недочеты. Как можете оценить подготовку свою и соперника?» «Ну, как-то среднее, что-то примерно одинаково, наверное, получилось. «Одинаково сильно? Да, очень». Из года в год турнир памяти Анатолия Тамочкина проводится, чтобы участники со всей области могли продемонстрировать свой высокий уровень, а также обменяться спортивным опытом.